Привет, друзья! С вами я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас в замечательном магазине Узнали, да, Буратино? Потрясающая песня, обожаю ее как в оригинале, так и в версию группы Time Out Там есть потрясающее вступление с басом и с ударными вначале, вот это прям, ух, великолепно, обожаю ритм-секцию, ритм-секция это басы и барабаны, я раньше думал, что одни барабаны, вещь, речь не об этом, друзья, речь о том, что сегодня у нас очень классный, очень, не побоюсь этого слова, художественный коллаб бренда Америка и иллюстратора Саша Бар, поэтому не переключайте ваши ютуб-каналы, сейчас будем говорить про искусство. Саша Бар – человек, который родился и вырос в Атланте, и кроме того, что он очень много сотрудничает, как с различными панк-бендами, как с различными скейтбордическими компаниями, кроме того, что у него есть свой собственный скейт-магазин, что он сам активно катает на скейтбординге, кроме этого, он еще и обладатель Грэмми за арт-директорство альбома. Прикиньте, как круто вообще. И с этим человеком Америка решила сделать коллаборацию. Понятное дело, что не просто какие-то одни кроссовки, а это будет сразу две пары кроссовок и немножечко одежды. Вот такая вот футболочка с длинными рукавами на мне, и плюс еще есть две футболки с короткими рукавами. Какие? Смотрите на сайте Squadboard Shop, потому что мы сейчас будем говорить про кроссовки. Почему мы решили сделать прям отдельное видео про какую-то одну коллаборацию? Ну потому что она не какая-то одна, а коллаборация действительно с очень интересным артистом и коллаборация, где мне очень понравилась концепция. Начиная от упаковочки, смотрите какая коробка, где вот прям написано Саша Бар, все дела, holding the infinite, то есть держать бесконечность. Не знаю, что такое держать бесконечность, что-то сродни заката солнца вручную. Но дальше, смотрите, упаковка. Они идут вот в таком вот красивеньком мешочке, мешочке, не побоюсь этого слова. Тоже с принтом господина Саши Бара. И внутри у нас бумаги. Причем бумага тоже у нас брендированная коллаборацией. Сами кеды. Это у нас модель под названием Omen. Omen это у нас, как мы помним, знак. Итак, Omen. Достаточно простые кеды из очень хорошего такого ноутбука. Тонкого, но видно, что плотного. Что мне еще здесь понравилось? Сами по себе они черные. И рисунок, который сделал господин Саша, он у нас вот так вот вытеснен на язычке. И плюс он есть у нас еще и на стельке. Смотрите, какая толстая добротная стелька, поэтому для катания на скейтбординге она подойдет с радостью. Вторые, не менее красивые, не менее интересные кеды, которые у нас есть, это уже под названием Vino слепоны. То же самое. Красивая коробка. Красивая. Очень мешочек, в котором это все лежит. Вот такие вот белые слепоны, достаточно высокие сзади. Тоже с укрепленной пяточкой. Тоже у нас с достаточно толстой стелькой. Вот я ее вынимаю, такого же она размера. Чем они мне еще понравились? Что они сделаны из белого канваса. С одной стороны, самый, наверное, худший, неудобный, самый маркий материал для того, чтобы кататься на скейтбординге. С одной стороны. Но с другой стороны, Саша сделал такой вот концепт, что каждое ваше катание, каждое ваше соприкосновение с скейтом, это все время будет оставлять какие-то здесь мазки на этом холсте. То есть вы сами рисуете картину своего катания на скейтбординге. Вы сами рисуете свою картину. Можете даже нарисовать что-то фломастерами здесь, пожалуйста, тоже хорошо. В общем, очень интересный, очень классный коллаб, на мой взгляд, который идеально подойдет как людям, которые катаются, так и тем, кто просто сочувствует. Хотите что-нибудь нарисовать на кеде более подходящего материала, чем вот такой канвас, который прямо напоминает холст, вам не найти. Не хотите рисовать? Отрицайте вы рисование на кроссовках. Я вас тоже понимаю, вы можете взять вот такие вот, ну, буквы, очень плотные кроссовки. Еще раз обратите внимание на детали, на детали, как деланы эти кеды. Если честно, я посмотрел, правда, все очень хорошо. Все швы очень хорошо проклеены. Все очень красиво, все прям, ну, практически идеально. Поэтому хочется сказать браво ребятам из Америки. Браво там Саше, который, скорее всего, следил за тем, каким будет его коллаб. Поэтому скоро уже настанут теплые дни, когда можно будет кататься, кататься, кататься. Приходите и покупайте вот этот... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та... Слип он! Или... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та... Кеды! Что-то я вместо Буратино уже на журнал «Еролаш» пришел. Папа-парапам! хорошо друзья сегодня никаких конкурсов не будет сегодня просто хочу вам пожелать скорее всего зима заканчивалась чтобы опять наступила весна лето и можно было кататься не только в спит-парках или по квартире но и дома на улице с вами был дмитрий горов прямое включение из сквот бордшоп до новых встреч пока